Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады еще одной возможности встретиться с вами в прямом эфире. Спасибо, Ли, что вы снова сегодня с нами. Пожалуйста, поделитесь с нами словом. Спасибо большое. Добро пожаловать на эту особую встречу ЛЛ. Я очень благодарен за то, что у нас есть Зум, и мы можем видеть друг друга без долгих перелетов. Но также, конечно, я бы хотел когда-нибудь вернуться в эту часть мира. И прежде чем мы начнем, я хотел добавить, что вскоре на моем веб-сайте я буду публиковать различные материалы на русском языке. Также мы планируем опубликовать занятия в малых группах на веб-сайте, о котором я сказала. И совершенно бесплатно вы сможете скачать эти уроки и самостоятельно их изучить. Тот материал, который мы будем разбирать сегодня, взят из двух моих книг. Одна из этих книг — это «Ложь, в которую мы верим». Десять пунктов. Эта книга адресована мужчинам. И еще одна книга, которая адресована женщинам, а она раскрывает десять аспектов лжи, которые в церкви говорят женщинам. И сегодня мы поговорим о такой чувствительной очень теме, которая относится к браку. И как вы видите, называться этот урок будет создан равными, и Божий план для здорового брака. И я, честно говоря, не так близко знаком с тем, как в славянских церквях учат на тему брака. Но я точно знаю, что, например, там, где я живу, мы можем часто видеть насилие, доминирование и неправильное обращение, которое проявляется в браке. И по этой причине мы будем сегодня копать глубже в эту тему. Прежде всего, я хотел бы немного поделиться по поводу своей жизни и моего брака. Моя жена и я, мы только что отметили нашу тридцать девятую годовщину. Предыдущая фотография была с нашей свадьбы в 1984 году. Вот эта фотография была сделана на прошлой неделе, как раз, когда мы праздновали нашу годовщину. Ну и, к слову, это не наш дом на фоне, это здание ресторана, в котором мы праздновали нашу годовщину. Моя жену зовут Дебора, и мы оба уверовали, когда поженились. И с тех пор Иисус Христос стал основанием нашего брака. Я уверен, что это главный, это основной компонент нашего брака, потому что наша совместная вера в Иисуса Христа является нашим основанием. В следующей фотографии нашей семьи, у нас родилось четыре девочки достаточно быстро после того, как мы поженились. За семь лет мы родили четырех девочек. А вот они все выросли. А вот они все выросли. Второй из них уже замужем, а моя младшая дочь, вот та, что слева, она вот-вот будет помолвлена. И я хотел бы сказать вам, что моя жена и я, у нас здоровый брак. И я верю, что это произошло с нами по той причине, что мы следуем тем принципам, которыми я сегодня хочу поделиться с вами. И я постараюсь изложить это все настолько просто, насколько это возможно. Потому что я очень надеюсь на то, что вы сможете принять, взять то, чем я буду делиться и поделиться с другими. И мы пойдем в самое начало, в начало Библии, в книгу Бытие. И мы попробуем суммировать, так обобщить самые важные основы, которые мы находим в самом начале Библии. И мы читаем в первой главе Бытия, что Господь сотворил и мужчину, и женщину, и сотворил их равными. Сказал Бог. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. В самой первой главе Бытия, когда Господь только знакомит нас с самим понятием брака, семьи, Он подчеркивает этот принцип равенства. Он говорит и мужчине, и женщине, будьте плодоносными, размножайтесь. Также Он говорит им, обоим, владычествуйте над землей, обладайте землей. Здесь не сказано ничего о том, что женщина должна занять какое-то второе место, играть роль второго плана и быть под доминированием чем-то. Так же, как и мужчине, Господь говорит женщине, что она должна править над землей. Управлять землей. Он не говорит ей, что она должна делать это отдельно от мужчины. Но также Он и не говорит мужчине управлять землей отдельно от женщины. Изначальный план Бога заключался в том, что мужчина и женщина должны управлять землей вместе. Нам следует помнить об этом, в то время как мы и дальше будем продолжать рассуждать о том, каким образом должен функционировать брак. Мы посмотрим на различные стихи из Библии. Нам нужно понять, что так часто люди читают в Библии не то, что там написано, а свои какие-то установки и видят там свои собственные предрассудки. Потому, что мы должны читать Библию с помощью Святого Духа. Мы должны читать Библию с помощью Святого Духа. И давайте посмотрим во второй главе книги Бытие, 18-й стих. В первой главе мы увидели начальный план, то, как были сотворены мужчина и женщина. Но во второй главе мы видим более детальное объяснение того, каким образом была сотворена женщина. Каждый раз, когда Господь творил что-то, творил горы, деревья, природу, в конце Он говорил «хорошо». Но когда мы доходим до книги Бытия 2-й главы, 18-го стиха, мы не видим, чтобы Господь это сказал снова. Когда Он творит мужчину. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Когда Господь творит все остальное, каждый раз, Он говорил, что это хорошо. Но когда Он сотворил мужчину, сотворил человека, Он сказал, что нехорошо Ему быть одному. Но затем Он решает сотворить для него помощника. И для кого-то это слово создало проблемы, неприятности. Потому что звучит это так, как будто женщина призвана послужить, служить мужчине. Как будто она служанка, или повариха, или нянька. Но если мы обратимся к ивриту, языку Ветхого Завета. Это слово Иссея, которое переводится как помощник. Но дело в том, что это слово очень часто используется, чтобы говорить о Боге. И в Библии Бога много раз называют именно таким словом. Потому что очевидно, что Бог является нашим помощником, тем, кто нам помогает. Но это совершенно не означает, что Господь находится в нашем повиновении, нашем подчинении. Когда Господь называет женщину помощником, Он не имеет в виду, что она является подчиненным. Но очень часто мы, мужчины, имея изначально внутри позицию доминирования, Мы начинаем думать, что наши женщины, наши жены находятся под нами, они в нашей власти, в нашем подчинении. Но это не то, что говорит Писание. Описание говорит нам лишь то, что мужчина не является полным, то есть он несовершенен, не до конца совершил с ним Господь без женщины. И да, моя жена помогает мне, она делает что-то для меня, но и я делаю разные вещи для нее. Но я не веду себя с ней как-то и не отношусь с ней как к рабыне. Если мы продолжим рассуждать над второй главой книги Бытие, мы увидим саму суть, самое сердце брака. И это следующий стих, вторая глава, 22-23 стих. Когда Господь сотворил женщину, Он взял ее из мужчины. У мужчины была очень интересная реакция. Давайте прочитаем. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Прежде всего, обратите внимание на то, что Господь не сотворил женщину из головы Адама. Потому, как Он не хотел, чтобы женщина управляла им. И Он не сотворил женщину из ступней, из ног Адама. Потому, что Он не хотел, чтобы Адам правил ей, управлял ей. Он берет женщину, он сотворил ее из ребра. Поэтому самая суть, самое сердце брака, это о сотрудничестве, о соработничестве. Мы видим реакцию Адама, когда он просыпается и видит. И в некоторых Библиях 23 стих, он как будто бы отделен от общего повествования. Есть версия, что этот текст, этот стих, он как песня. Это как стих или как поэма, написанная жене. Он как бы воспевает, поет, говорит, что это кость от кости моей, плоть от плоти моей. И Он радуется тому факту, что она сотворена такой же, как Он, из того же материала, если так можно сказать, что и Он. И это всегда было изначальным планом Господа для брака. И брак, он про любовь, он про близость, он про партнерство. Давайте учтем тот факт, что и первая глава книги Бытие, и вторая глава, то, что мы только что прочитали, передает нам саму суть и изначальный план Бога для брака. Но когда мы доходим до третьей главы, мы видим, как грех повлиял на мужчину, повлиял на женщину и повлиял на их брак. Когда Адам и Ева отпали от Божьей благодати, грех вошел в мир и повлиял на все творение. И тогда Господь проговорил женщине и сказал ей следующие слова. Прочитаем Бытие 3.16. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болях будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Давайте сейчас уточним, что то, что сейчас сказано, это точные последствия греха. И Господь говорит женщине, что в ее жизни появится больше боли. И так же он говорит ей, что муж будет господствовать над ней. Так о чем же Господь говорит? Я слышал, что верующие люди, христиане говорят, что это вот то, каким брак должен теперь быть. Я слышал, как они заявляют, что муж должен главенствовать, господствовать над женой и быть доминирующим звеном в этом процессе. Но вообще мы должны по-другому посмотреть на это. Это не тот стих, на котором следует основывать свою христианскую догматику о браке. Потому что здесь Господь говорит, что это не тот стих. Возможно, именно по этой причине так много ужасного обращения и жестокости к женщинам по всему миру. Возможно, кто-то из вас знает, что я несу служение в некоторых местах в развивающихся странах. И мы работаем с такими вещами, как домашнее насилие, экономические, финансовые притеснения и лишение образования. Потому что женщины могут не иметь доступа к образованию. В какую страну вы не отправились, вы сможете обнаружить, что женщины страдают от притеснений, от доминирования и от неправильного обращения. И прямо здесь перед вами сейчас корень этой проблемы. Слава Богу, нам не обязательно больше просто принимать эту проблему как данность и ничего с этим не делать. Потому что когда пришел Иисус, Он разрушил власть греха. И сделал возможным для каждого из нас пережить и иметь свою жизнь и его спасение. Мы можем пережить личностные, в своей собственной жизни изменения. Но также эта трансформация может произойти и для нашего брака, потому что Иисус умер за это. Я часто говорю о том, что стих Иоанна 3.16 победил стих Бытие 3.16. И это очень хорошая новость для всех женщин, что Иисус пришел на эту землю и спас нас. В общем-то, это хорошая новость для всех нас, потому что сейчас брак наконец-то может стать таким, каким Господь его изначально замыслил. И цель для наших браков – это не жить по стиху Бытие 3.16. Но мы можем вернуться назад еще до грехопадения и провозгласить стих из первой главы книги Бытие. Эта мысль, она усиливается в Новом Завете. Я хочу это все обобщить, проговорив основные принципы, которые относятся к браку. Брак – это единство. Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит о браке. В Марка 10 главе мы читаем слова Иисуса. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Иисус учил и усиливал, говоря то же самое, что сказано в Ветхом Завете. Сегодня для нас это очень важно. Потому что находятся люди, которые говорят, что Иисус ничего не говорил о гетеросексуальном браке. Находятся служители, которые говорят, что Иисус никогда ничего не говорил об однополых браках. Но прямо здесь, в Новом Завете, Иисус усиливает то, что было сказано в Ветхом Завете. И Он говорит о мужчине и женщине, которые женятся, становятся мужем и женой. И также здесь сказано о том, что более они не два разных человека, но они становятся одной плотью. И это очень важно для того, чтобы понять, какие отношения должны быть между мужчиной и женщиной в браке. Многие люди верят в то, что брак — это иерархия. Они представляют себе это таким образом, что сверху находится мужчина и снизу находится женщина. Конечно, мы понимаем, что мужчина, он осуществляет покровительскую функцию и как бы покрывает женщину. Но это ведь не про доминирование. Иисус говорит, что двое становятся одной плотью. Когда мы говорим о том, что собой представляет брак, мы должны в первую очередь думать о единстве. Следующий момент, который нужно рассматривать, когда мы говорим о браке, то, что брак — это всегда равенство. Это очень важно, потому что многие мужчины, многие из нас думают, что мужчина — это доминатор, тот, кто главный. Я посетил очень большое количество стран, где я видел именно такое положение вещей. Например, у кенийцев в Африке. Есть африканское племя, которое практикует в своих отношениях такого вида доминирования. Мужчина будет спать на кровати, женщина, его жена будет спать на полу возле кровати. В некоторых частях Латинской Америки мужчины глубоко убеждены в том, что они могут ударить свою женщину, свою жену для того, чтобы исправить ее поведение. Потому что их отношение таково, что мужчина — он лучше и выше по статусу своему, чем женщина. И также я сталкивался с подобными вещами в Восточной Европе. Я помню, как однажды я был в цыганской церкви в Венгрии. И пастор пригласил меня к себе домой, чтобы вместе поужинать. Мы сели за стол, чтобы поесть, а его жена в это время готовила еду на кухне. И она подносила еду, ставила ее на стол, а затем вставала возле стены и стояла там. И я спросил ее, почему вы не сядете вместе с нами? Но возле этого стола, за которым мы сидели, даже не было стула, на который она могла бы сесть. Потому что в этой культуре от женщины ожидается лишь одно. Она должна стоять и ждать какой-то ситуации, когда от нее что-то потребуется, и она должна будет это сделать. Но я подвинулся на стуле и попросил ее, пожалуйста, сядьте рядом со мной. Я заметил, как и мужу, и жене, они оба испытывали неловкость. Потому что они никогда не смотрели на брак таким образом. Но также я хочу, чтобы мы посмотрели на то, что говорит Новый Завет об этом. Мы перейдем сейчас к одному, пожалуй, самому важному стиху для всех мужей. Если вы читали 1 Петра 3, 7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с тем, кто слабее, поскольку она женщина, оказывая им честь, как с наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Очень часто мужчины притыкаются на этом стихе, они испытывают трудности с тем, как его правильно понять. Потому что здесь говорится, что женщина слабее. Как будто бы здесь как раз подразумевается, что женщина, она подчинена, она под мужчиной. Но этот стих говорит не об этом. Мы, конечно же, понимаем, что мужчины и женщины разные. Но Петр очень четко здесь говорит о том, что женщины являются санаследницами благодатной жизни, называет их так. Он говорит, что она санаследница, она равна мужчине. Но она другая. Мы можем сравнить это как два разных вида сосудов. Давайте представим себе, что мужчина это тяжелый глиняный горшок. Такой очень устойчивый и крепкий. В то время как женщина можем представить себя как изящная, хрупкая, хрустальная ваза. Здесь как раз это то слово слабее. Оно указывает нам на разность устройства, на разность сосудов. Безусловно, хрустальная ваза, она очень ценна для нас. И чтобы ее сохранить, это будет требовать особого отношения, особой заботы. Петр предостерегает мужей, он говорит им, что они должны смотреть на них как на хрупкие, слабые сосуды. Но также они должны показывать, оказывать честь своим женам. И затем он говорит, что если вы не будете так делать, ваши молитвы не будут услышаны, они будут удержаны. Это на самом деле очень важное предупреждение для всех нас, мужей. Этот стих говорит нам о том, что если мы плохо относимся к своим женам, если мы их обижаем, если мы их унижаем или оскорбляем, это сказывается на нашей духовной жизни. Я проповедовал об этом в 39 странах. Я предупреждал, предостерегал мужей о том, что если они плохо относятся к своим женам, в их жизнь придут впоследствии за это. Я сталкивался с такими ситуациями, я был в тех церквях, где даже пасторы или дьяконы, или старейшины в церкви оказывают какие-то насильственные действия в адрес своих жен. И Господь говорит, что у таких людей нет и не может быть духовной власти, если они практикуют такие вещи. Брак – это близость. Мы знаем, что Библия говорит о сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Один из этих стихов записан в 1 Коринфянам 7 главе с 3 по 4 стих. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена. Этот стих, он говорит о самой тонкой части взаимоотношений, об интимности, о сексуальности. И это говорит о сексуальных отношениях между мужем и женой. Здесь сказано, что муж не имеет власти над своим телом, но имеет власть над телом своей жены. И так же жена имеет власть над телом своего мужа. Здесь мы видим то, что я называю взаимным подчинением. По этой причине никогда, ни при каких условиях не будет считаться приемлемым и нормальным, если муж сможет изнасиловать свою жену. Но, к сожалению, я бывал в таких местах, в таких культурах, где мужчины живут именно с таким отношением, с таким убеждением, что они могут делать все, что угодно в адрес своей жены. А некоторые мужчины, христиане, говорили, что вообще-то у них есть власть над телом своих жен делать то, что им захочется. Но давайте не будем забывать первое послание Коринфянам, 7 главу. И нам снова надо остановиться и убедиться в том, что у нас нет в голове какого-то убеждения, неправильного мышления, патриархального, назовем его так. Когда муж и жена вместе, во всем этом должно быть понимание друг друга, взаимное понимание, близость, они направлены друг на друга. Но если муж имеет убеждение, что он может делать все, что угодно со своей женой, без ее позволения, это не близость. And that leads me to this last point. Последний пункт. Is that marriage is not about domination. Брак — это не доминирование. And I know that this is a problem in some slavic cultures. Я знаю, что такая проблема существует в славянских культурах. Несколько лет назад, здесь, в США, Мы узнали об одной паре, которая посещала славянскую церковь здесь, в Америке. Я точно не помню, были ли они украинцами или русскими. Они были молодой семейной парой, у них было несколько маленьких детей. Они посещали славянскую церковь и выглядели довольно счастливыми. Но затем мы услышали новость о том, что женщина была убита своим мужем. И затем мы узнали, что на протяжении долгого времени эта женщина страдала от физического насилия со стороны своего мужа. Она никогда не вызывала полицию. Об этом знали лишь несколько членов ее семьи. Все старались сохранить это втайне. И в результате она умерла. На самом деле это огромная трагедия, потому что мы понимаем, Писание не поддерживает, не одобряет такое поведение. Я хочу, чтобы сейчас в конце мы посмотрели этот последний стих в Ефесянам пятой главе. Наверное, одно из самых распространенных мест Писаний, которые используются во время венчания. Апостол Павел дает инструкции парам женатым. А мы видим, что на самом деле он совсем немного говорит женам. Но большую часть времени он уделяет для того, чтобы обращаться к мужьям. Он поднимает эту тему доминирования и контроля. В Ефесянам 5.21 Мы часто начинаем читать этот стих, этот отрывок из Писания. Но я хочу, чтобы мы прочитали и 21, и 22 стихи. Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Очень часто мы говорим женам, ты должна подчиняться своему мужу. Но прежде чем сказать это, апостол Павел говорит, что мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. И снова речь идет о взаимном повиновении, о котором мы уже сегодня говорили. И да, отчинение повиновения жены по отношению к мужу, оно имеет место. Во-первых, потому что в первом веке Женщины, в сути, воспринимались как собственность. Сначала они были собственностью своих отцов, и когда они выходили замуж, как собственность, переходили во владение своего мужа. И точно так же сегодня, будучи христианами, мы верим в то, что когда женщина выходит замуж, она больше не находится под покровом своего отца. Муж и жена оставляют своих родителей и начинают свою собственную семью. И Павел говорит, что жена, она теперь вместе с мужем. Но когда мы говорим, что жена должна повиноваться мужу, это не повиновение диктатору и не повиновение рабовладельцу. А в первом веке, когда Павел писал об этом, У мужей в то время было отношение и понимание, что они являются диктаторами, они являются теми, кому принадлежит вся власть. Но Павел противоречит этому, он говорит против этого. Давайте посмотрим другую главу Ефесянам. Три разных повеления апостол Павел дает мужям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Так каждый муж из вас долюбит свою жену, как самого себя. А жена должна заботиться о том, чтобы почитать своего мужа. В этом отрывке апостол Павел дает очень простую инструкцию женам. Он говорит повиноваться мужу и почитать его. Но затем он говорит три повеления мужьям. Любите своих жен, как Христос любит церковь. Любите своих жен, как Христос любит церковь. Люби жену, как свое собственное тело. И люби свою жену, как самого себя. И это было очень-очень радикальным для первого века. Этого никогда и никто раньше не говорил. В той культуре мужчина воспринимал женщину, как часть своей собственности. А в греческой культуре мужчины вообще не считали, что женщина является человеком, как представителем рода человека. Они считали, что мужчина сотворен из божественной станции, какой-то божественной материи. В то время как женщина была сотворена из того же, из чего были сотворены животные. И по этой причине они относились к своим женам, как к животным. У многих мужчин была не одна жена. Но даже во тьме, которая царила в тех культурах. Апостол Павел поднимает эту революционную идею, мысль о том, что мужчина должен любить свою жену. Это сила, заключенная в христианстве. После того, как Иисус пришел на землю и умер за нас на кресте. Он разрушил власть греха. И грех больше не властвует над нашим разумом. И наш разум, он обновляется согласно Слову Божьему. И все ветхое мышление, то, как мы думали раньше, это все сломлено, это разрушено. И любовь Христа изменяет нас. И мужья больше не обижают, не проявляют насилие, не издеваются над своими женами. Но мужья-христиане, они относятся к своим женам с любовью. Они обращаются с ними хорошо и относятся к ним как к равным. И поэтому я сказал, что Иисус Христос должен быть основанием любого брака. Потому что я на самом деле не представляю, как два человека могут быть вместе без скрепляющей их силы Святого Духа, которая строит их отношения. Потому что это только через Христос, что мы можем любить друг друга так, как мы должны быть. Потому что только во Христе, только благодаря Христу, Его любви, мы можем любить друг друга так, как Господь хочет, чтобы мы любили друг друга. Я верю, что это те принципы, которые могут научить нас, как строить брак, и совершенно не важно, где мы находимся. И давайте повторим еще раз эти принципы. Брак – это единство. Брак – это равенство. Брак – это близость. И брак – это не доминирование. Я прекрасно понимаю, что то, что я сейчас говорил, может затрагивать какие-то моменты традиции, нашего мышления, того, как мы привыкли, и мы можем быть несогласны, возможно, с этим. Может быть, это противоречит тому, что вы видите в культуре, в которой вы живете, может быть, даже в вашей церкви, а, возможно, даже в вашем браке. И поэтому прямо сейчас давайте мы вместе это обсудим. У нас будет какое-то время, чтобы обсудить вопросы. Спасибо, Ли. Спасибо, Ли. Сейчас, дорогие друзья, мы с вами будем иметь время в малых группах и вот вопросы для их обсуждения. Бог повелел Адаму и Еве править с землей вместе, и у них были близкие интимные отношения. Как их грех повлиял на их взаимоотношения и как это влияет на нас сегодня? Второй вопрос. Бог наставляет жен подчиняться своим мужьям. Однако христианское учение о подчинении иногда искажается или используется неправильно. Как женщина может подчиняться своему мужу, не попадая при этом под контроль, доминирование или грубость? И как этого может избежать муж? Третий вопрос. Апостолы Павел и Петр давали ему в ям несколько революционных наставлений 1 Петра 3, 7 и Эфесянам 5 раздел. Почему их слова звучали так радикально для людей, живших в первом веке? Пожалуйста, присылайте нам ваши отзывы на этот имейл, а также добавляйтесь в группу в Вайпере, либо в Телеграм. По этому телефону можно получить всю информацию.